Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Пронкин, заведующий урологическим отделением Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, клинической больницы 123. Здравствуйте! Добрый день! Евгений, сегодня хотелось бы поговорить о вашем отделении, о том, какие основные направления в нем осуществляются, с какими заболеваниями к вам обращаются пациенты, ну и, конечно же, поговорим о перспективах развития урологической помощи жителям Подмосковья. Хорошо. У нас совершенно новое отделение после демонта, оно рассчитано на 30 коек. Мы открылись весной этого года, и мы готовы подвинять всех пациентов, которые хотят попасть в 123-ю клиническую больницу. По каким основным направлениям вы работаете? Какую помощь оказываете населению? Мы оказываем широкий спектр медицинских уз лук. Это мочекаменная болезнь, аденомо-предостательные железы. Мы проводим также лапароскопические операции в урологии, направленные на заболевание почек, в том числе и по оказанию высокотехнологической медицинской помощи. В частности, кисты почек. Что касательно мочекаменной болезни, то это операции, которые не выполнялись до сих пор в 123-й больнице. Это удаление конкрементов из мочеточника, почек с помощью специальных видеохирургических технологий. Что это за технология, что за новое оборудование появилось в вашем отделении? Какие преимущества теперь с появлением этого оборудования у вас есть? Это совершенно новая технология, которая направлена на лечение урологических заболеваний с помощью эндоскопии. То есть мы удаляем конкременты из почек, из мочевых путей с помощью проколов, либо по мочевым путям. Также мы выполняем лапароскопические операции, которые не подразумевают каких-либо больших разрезов. Получается, что у таких пациентов время на реабилитацию существенно сокращается. Короткий койко-день, короткое пребывание в сатационаре. Я еще раз хочу сказать, что у нас после ремонта отделение, поэтому палата совершенно новая, чистая. Есть двухместные палаты, есть палаты и повышенной комфортности тоже. То есть все сделано для пациентов, для того, чтобы то время, которое они проведут в больнице, было максимально комфортно? Абсолютно все. И причем на территории больницы есть парк, где они могут погулять и восстановить свои силы. Но все-таки операция есть операция. Как быстро идет процесс восстановления и когда пациент после оперативного вмешательства встает? Это зависит непосредственно от объема оперативного вмешательства. Но, как правило, пациенты уже встают в день операции и на следующие сутки покидает наш сатационар. Все-таки, как к вам можно попасть, по какому направлению, от какого врача? Вы ведь работаете в условиях стационара. И если пациент не прикреплен к клинической больнице 123, как он может получить у вас и пройти лечение? Во-первых, он может перекрепиться к нашей клинической больнице с помощью поликлиники, которая находится на нашей территории. Во-вторых, он может взять направление в своей поликлинике и прийти к нам на консультацию. Также мы принимаем пациентов по оплате и по страхованию ДМС. Это добровольное медицинское страхование. Также мы проводим в клинике нашей операции по удалению аденомы предостательной железы. Эти операции проходятся без каких-либо разрезов по совершенно новым технологиям, когда железа удаляется эндоскопически. И мы берем пациентов с любыми размерами аденомы предостательной железы. Также необходимо напомнить пациентам, мужчинам после 45 лет, о том, что им необходимо следить за своим здоровьем, регулярно посещать кабинет уролога и сдавать анализ на ПСА. Это эпизофический антиген, который показывает подозрение на опухоль предстательной железы. Это очень важно. А все-таки выявляемость таких пациентов, она высокая за последнее время? Она высокая, просто, к сожалению, не все мужчины доходят до врача, до специалиста. Они приходят уже в тех ситуациях, когда процесс запущен и уже приходится бороться с его последствиями. То есть не лечить, да, уже устранять на этом этапе уже последствия. Не лечить, а устранять, да. Насколько действительно это грозное заболевание и насколько оно может изменить жизнь пациента, если он вовремя, опять же подчеркиваю, вовремя не обратится за помощью к специалисту? Аденома предстательной железы практически у всех возрастных пациентов после 50 лет. Это связано с гормональной перестройкой мужского организма. И последствия могут быть в сфере содержки мочеиспускания, в сфере диссурических проявлений, таких как учащенное мочеиспускание, не полное опорожнение мочевого пузыря. К чему это все может привести? Это может привести к неприятной операции, которая называется тароакарная цистостомия. Это когда выполняется тренирование мочевого пузыря с помощью специального дренажа. И пациент вынужден находиться с этой царобочкой какое-то количество времени. Это может быть долго. В общем, это совершенно некомфортно, это может быть длительный процесс. Поэтому лучше всего не запускать себя. Это ухудшает качество жизни, как и любые не вовремя диагностированные заболевания, в том числе и кистопочки. Это то заболевание, которое пациент никак не ощущает, но при кистах больших размеров это может быть опасно и коррозное состояние для здоровья пациента. Евгений Артурович, расскажите о развитии дальнейшего вашего отделения. Развитие нашего отделения будет направлено на лапароскопическую урологию, потому что это будущее, это 21 век, который мы можем реализовать в стенах 123-й клинической больницы. Мы приглашаем всех пациентов в 123-ю больницу на канонсультацию. Также мы ждем пациентов, которые готовы перейти по системе добровольного медицинского страхования, либо по уплате медицинских услуг. Расскажите еще несколько слов о вашем коллективе, потому что какими бы ни были стены, каким бы ни было оборудованием, все-таки очень многое зависит от тех врачей, того младшего медицинского персонала, которые окружают пациента. Безусловно. И в том числе процесс выздоровления напрямую с этим связан? Безусловно. У нас в отделении, кроме заведующего, работают еще два врача. Это Владимир Анатольевич Новиков, врач с многолетним этажем, который начинал свою работу в анеурологии. И второй специалист – это Сергей Таймуразович Хутиев, который работал заведующим военного госпиталя на западе Подмосковья. Не будем говорить, какого. Это врачи с многолетним опытом работы в практической медицине и в страховой медицине. Сестры у нас совершенно очаровательные девушки, которые свою работу любят и ценят. И они совершенно по-доброму относятся к работе, к пациентам. И всегда наши пациенты находятся во внимании медицинского першесонала, в том числе и наших санитарок. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Спасибо, Мария. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова